Приветствую вас, господа трейдеры, на очередном еженедельном обзоре финансового рынка. Меня зовут Евгений Багураев и мы сегодня с вами составим торговые планы на предстоящую неделю. Мы разберем CFD контракты, валютные пары, нефть, биткоин посмотрим. Ну, впрочем, мы много с вами составим торговых планов. Если у вас будут какие-то вопросы, то обязательно их задавайте. И сразу в процессе вебинара мы их разберем. Поэтому, если что-то непонятно, спрашивайте, потому что вебинар проводится для вас. Давайте традиционно начнем с анализа индекса доллара. Что у нас здесь есть? А у нас есть пробой зеркального уровня 93.53, который мы с вами, впрочем, и прогнозировали на прошлой неделе. Помните, да, мы знали, что если пробьемся, окажемся ниже, то уже будем искать продажи по доллару. Ну, мы, впрочем, с вами это и сделали. Как вы помните, в пятницу мы с вами покупали валютную пару евро-доллар, которая нам дала отличный профит. Покупали валютную пару новозеландский доллар против американского доллара или австралийца. Не помню, кого-то из них. И продавали валютную пару американский доллар, швейцарский франк. То есть у нас там было 6 торговых планов, 3 торговых плана зашли по профиту, а 3 торговые планы просто не сработали, потому что цена пошла в другом направлении. То есть вот такая у нас получилась отработка за пятницу. Это я говорю про тот обзор, который я для вас публикую в четверг. Итак, что же у нас с индексом? Да все очень просто. Уровень у нас остается, в принципе, как и был. Единственное, что мы можем его откорректировать немного. И это будет неплохо. То есть здесь тоже мы бились, в принципе, хороший уровень. Поэтому давайте сейчас ориентироваться именно по уровню 93.35. Почему? Потому что, во-первых, закрепление цены выше данного уровня даст пробитие нисходящего ценового канала. И это будет отличный сигнал именно для того, чтобы рассматривать покупки. Ну и опять-таки от этого уровня мы ждем ретест для продолжения нисходящего движения. То есть мы можем подойти. Это будет как раз верхняя граница нисходящего ценового канала. И именно отсюда цена может отбиться и пойти дальше вниз в диапазон уровня поддержки 92.50. Поэтому в любом случае сейчас ожидаем коррекцию в диапазон 93.35. Потому что здесь продажи уже, понятное дело, что я не буду рассматривать, потому что уже очень дорого. Поэтому вот только после коррекции. Валютная пара евро-доллар. Вот, впрочем, эта коррекция и напрашивается. Как мы понимаем, да, если коррекция будет по индексу доллара вверх, то по евро-доллару будет движение вниз. И мы видим, что это движение, оно было бы очень даже неплохо. Как минимум, цена находится в зоне перекупленности. Это факт, который очевиден. А второй момент, мы находимся далеко от диапазона скользящих средних. Поэтому логично спуститься вниз в диапазон скользящих средних. В принципе, в этом ничего плохого не будет. Ну, а на прошлом неделе мы с вами покупали на формирование восходящего паттерна 1.2.3. То есть, в принципе, мы классно отработали. Если кто-то не смотрел обзор четверга, просто зайдите на YouTube канал, посмотрите. Посмотрите торговые планы, конкретно что мы хотели и как оно получилось. Тогда вы просто будете понимать, как это мы делаем. Это я говорю для тех, кто у нас новички. Итак, как сейчас торговать валютную пару евро-доллар? Конечно же, сейчас я не буду рассматривать покупки по той причине, что просто дорого. Поэтому я сначала рассмотрю продажи. Продажи строго на завершении этой восходящей конструкции. То есть, с волной А пробиваем наклоны канала, получаем коррекцию волну Б. И после этого продажи. Что это будет за продажи? Давайте мы немного уменьшим график. И здесь мы можем предположить, что, возможно, это вниз не что иное, как волна А. Вверх трехволновка, которая сейчас даже наверняка усеченная, это коррекция волна Б. Давайте проверим, усеченная или нет. Да, конечно же, она усеченная. То есть, до уровня 123.6 мы еще не дошли. Ну, а это говорит о том, что на данный момент она усеченная. Соответственно, на завершение этой усеченки мы будем продавать. Вот такой у нас несложный торговый план именно на продажу. Опять-таки, если цена спустится вниз и пробьет наклонный канал, после этого будет коррекция, то есть, это довольно длинное движение, как мы видим, то понятное дело, что по индексу доллара цена закрепится выше уровня 93.58 и также пробьет верхнюю границу нисходящего ценового канала, что и вызовет как раз вот этот рост по доллару, который мы хотим получить здесь. Рост по доллару, ну, то есть, падение по евро. Вот, в принципе, поэтому такой торговый план. План на покупку на перевороте. Давайте получим выгодную цену. Мы здесь заходили по выгодной цене, мы правильно сделали. Мы зашли, мы заработали, все мы правильно сделали, качественно отработали, потому что была выгодная цена. А здесь я сейчас не вижу выгодной цены. Может быть, вы видите, но вот у меня с этим как-то плохо, я ее почему-то не вижу. Поэтому я не рассматриваю здесь покупки, но на перевороте отлично, почему бы и нет, может быть, отличная, хорошая, выгодная покупка. Ну, мы же здесь с вами выгодно отработали, давайте здесь сделаем то же самое. Соответственно, построим наклонный канал по нисходящей конструкции, на которую войдем в продажу, и просто перевернемся на обратном сигнале волны. А нужно будет пробить наклонный канал, получить коррекцию волну Б, и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет тоже на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что это не что иное, как волна А. А вниз трехволновка, на которой мы вошли в продажу, в надежде, что это волна С, оказывается, что это волна Б коррекции. Ну и значит, мы вверх ждем волну С, которая имеет подволны АС, БС и СС. Ну и, соответственно, точка входа на завершение предполагаемой волны Б. Если мы рассматриваем такую точку входа, то обязательно на максимуме, на ловушке для профи, обязательно мы фиксируем одну-вторую прибыль и переводим сделку без убыток. Это просто обязательное условие, которое мы должны всегда делать. А дальше натягиваем фибосетку на предполагаемую волну А и уровень 138,2. Или вы как-то тралите сделку, может быть, вы как-то ее закрываете на каких-то больших таймфреймах по каким-то важным уровням. То есть тут уже по второй сделке решайте самостоятельно, как вам удобнее. Валютная пара фунт-доллар. Не смогли мы с вами купить, ну точнее не смогли, я не захотел покупать фунт-доллар в четверг на обзоре. Я вам объяснил почему. Было вот такое вот движение, сильное восходящее движение. После этого коррекция я сказал, что да, действительно, мы можем пойти вверх, но просто математически, если здесь войти и на ловушке закрыть одну-вторую, поставить огромный стоп-лост, то просто математически мы берем невыгодную сделку. А когда мы играем там, не знаю, в лотерею, где шанс выиграть один на миллион, да, то есть плохое математическое ожидание, то значит, ну это, наверное, на расстоянии даст убыток. Поэтому вообще, в принципе, трейдер всегда должен ориентироваться по сделкам, которые дают математически положительные ожидания. Если сделка, она может быть красивая, может быть хорошая, может быть там все классно, просто супер замечательно, но при этом она дает плохое математическое ожидание. У нас была покупка, была покупка на прошлой неделе, мы в понедельник разбирали этот торговый план. В прошлый понедельник мы разбирали, вот она волна А, коррекция В и верх С. Но разница, смотрите, между вот этой покупкой, которая была, и в четверг, когда я делал обзор. То есть разница колоссальная на самом деле, потому что если мы здесь входим, как мы должны были это сделать именно по обзору прошлого понедельника, то у нас стоп-лосс получается, ну вот где-то 80 пунктов. И тейк-профит у нас получается тоже 80 пунктов, первый тейк-профит. Здесь можно один к одному закрыть первый тейк-профит, в принципе, почему бы и не отработать. Опять-таки, вход находится возле диапазона средней цены, что тоже имеет потенциал. А давайте посмотрим, что у нас получается здесь. Если бы мы с вами отработали вход, потому что хочется, потому что жалко, а как это так, без нас уйдет цена. Нет, без нас нельзя, без нас никуда, все должно быть с нами. И вот мы берем и отрабатываем вот эту вот точку входа. Соответственно, ловушка у нас находится уже через 32 пункта, а стоп-лосс у нас 130, то есть 130 на 30. Такое математическое ожидание, отрицательное. Поэтому просто я рекомендую такие сделки пропускать. Это я говорю как человек, который имеет очень большой опыт в торговле. А дальше вы уже самостоятельно решаете, если вам по кайфу ловить там по одному, по два пункта прибыли. Ну, блин, ловите, если у вас это получается. Я в этом ничего не вижу плохого. То есть каждый торгует как умеет, каждый торгует так, как он считает нужным. Потому что трейдинг отличается от простой работы. То, что в трейдинге вы отвечаете самостоятельно за каждое свое действие. Не ваш директор, а вы отвечаете сами. Поэтому самостоятельно, конечно, вам принимать решение. Ну, вот я объяснил просто свою позицию. Для того, чтобы на будущее, просто на самом деле очень много у меня скидывают торговых планов. Просят посмотреть, где я вижу, что стоп-лосс 200 пунктов, а тейк-профит 10 пунктов. И вот я понимаю, что это просто дорога в никуда. Потому что когда-то будет этот стоп-лосс 200 пунктов, и в итоге нужно будет целый год его отрабатывать. Конечно же, это просто не получится. Итак, как сейчас нам торговать валютную пару фунт-доллар? Конечно же, покупки я здесь рассматривать не буду. Цена находится уже долгое время в зоне перекупленности. На индикаторе весомо-осциллятор мы наблюдаем дивергенцию. Все это говорит о слабости. Ну, а если здесь есть какая-то слабость, то, наверное, нужно подождать, когда эта слабость отработает. А уже когда она отработает, с удовольствием купить по хорошей, по выгодной цене, как у нас было именно по обзору понедельника. Не четверга, а понедельника. Потому что четверг, вы знаете, я отказался от этой покупки, хотя я сказал, что да, действительно, можем пойти вверх. Итак, что надо для того, чтобы купить? Или даже можем, в принципе, рассмотреть и продажу. Потому что основная конструкция пока еще усеченная. Вот она, фибосетка. Вот он, уровень 123,6 по Фибоначчи, который мы не достигли. То есть основная конструкция усеченная. То есть мы не можем это отрицать, потому что это факт. Переходим на H4. И понимаем, что, быть может, это вниз не что иное, как волна А, а трехволновка вверх, это коррекция волна В. Ну, а если это коррекция волна В, то мы можем продать. Правильно? А для этого нужно пробить наклонный канал волной А. После этого получить коррекцию волну В. И после этого продажа на формировании нисходящей волновой конструкции. Вот, в принципе, и точка входа. Вот такая у нас получается точка входа на продажу, преусеченная С по такому вот большому тренду. Опять-таки мы видим, что у нас есть пересечение скользящих средних на H4, что говорит о вероятном формировании нисходящего тренда. Ну, то есть, здесь у нас был тренд восходящий, соответственно, медленная внизу, быстрая вверху, а сейчас наоборот, медленная вверху, быстрая внизу. Так что может отработать такая точка входа. А покупка на перевороте, то есть покупку будем отрабатывать только выгодную. Вошли в сделку, прошли немного, не зафиксировали наши тейк-профиты, построили наклонный канал по нисходящей конструкции, на которой вошли. Ну, и покупка на завершение этой конструкции, формирование восходящей конструкции. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б, и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что это не что иное, как волна А. Вниз трехволновка, это коррекция волна Б, а вверх волна С, которая имеет подволны АС, БС, СС. То есть на максимуме, на ловушке, фиксация 1-2 прибыли, перевод сделки без убыток. Дальше натянули фибосетку на волну А, и уровень 138,2 по фибоначи взяли в профит. Это переворот. То есть мы сначала рассматриваем продажи, а потом уже будем рассматривать покупки. Ну, потому что для покупок сейчас невыгодно, а для продаж, если анализировать таймфрейм H4, то может быть очень даже такая неплохая продажа. Ну и опять-таки конструкция усеченная, я вам уже это показал. Валютная пара, американский доллар, канадец. Мы с вами продавали, продажи у нас просто шикарные. Цена пошла очень сильно вниз. Конечно же, сейчас я продавать не буду. Вы представляете, насколько мы далеко находимся от диапазона средней цены. Цена просто уже на индикаторе стахастик с параметрами 30-10-10 лежит уже просто в зоне перепроданности. Тут уже и дивергенция выпрыгивала много раз. То есть рассматривать продажи, это просто, вот, не знаю, это какое-то отчаяние должно быть, что вот, ну вот, может быть, все-таки повезет. Это уже какое-то, уже на последнем издыхании какое-то действие, которое никак не аргументировано техническим анализом. Поэтому продажи я не рассматриваю, но и покупки я не могу рассматривать сейчас, потому что тренд нисходящий. И мы это с вами видим, у нас скользящие пересеклись, у нас и наклонные каналы не пробиты, ни один причем. Поэтому против тренда тоже торговать не хочется. Ну, а следовательно, мы можем рассмотреть точку входа на откате B, что нам и даст, в принципе, выгодные цены, а потом перевернутся. То есть подобные планы, вот именно сейчас, видите, я перехожу на H4, по той причине, что у нас в пятницу очень хороший тренд зародился, на котором мы заработали, и сейчас просто уже входить невыгодно, поэтому мы с H4 будем перепрыгивать на перевороте на H1, то есть мы отрабатываем на H4. В одну сторону на H1 мы переворачиваемся, то есть, в принципе, нам и так, и так может быть хорошо. Поэтому для того, чтобы купить валютную пару американский доллар-канадец, необходимо волной А пробить наклонный канал, после этого получить коррекцию волну B, и после этого покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет на откате B. В таком случае мы предполагаем, что это А, это вниз трехволновка B, а вверх А, Ц, Б, Ц, Ц, Ц. Ближайшая цель это или один к одному, или уровень 1.34.18, ну то есть ловушка. Дальше натянули фибосетку на волну А, взяли 138.2 или какие-то другие профиты, то есть тут уже самостоятельно смотрите, потому что это вторая сделка. А вход на продажу на перевороте будет отличный переворот, отличная цена, очень важный момент, отличная цена. Давайте я просто перейду на H1 и вам сейчас покажу, что я добиваюсь. Так, ладно, вот это вот мы чуть-чуть откорректируем, потому что все-таки это другой таймфрейм. То есть вот здесь вот мы вошли, пробили наклонный канал, получили коррекцию и вошли в покупку. Ну то есть помните, да, мы сначала рассматриваем именно buy. А продажа уже, построили наклонный канал по восходящей конструкции, попали там на усеченку, не пошли вверх, все казалось бы очень плохо. Но мы просто переворачиваемся на обратном сигнале, волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию и продали. То есть получается, что такая точка входа на продажу у нас будет вот диапазон скользящих. Вот диапазон скользящих, то есть отличная, выгодная, просто шикарная точка входа на продажу. И плюс это еще и будет усеченкой тогда, скорее всего. А если это будет усеченка, стоп ставим за усеченку, то есть у нас короткий стоп и большой потенциал для заработка. Поэтому сначала покупка на завершение нисходящей конструкции и продажа на перевороте. Сейчас я продавать не буду, для меня это дорого. Австралийский доллар против американского доллара, тоже я сейчас, кстати, покупки не рассматриваю. Мы с вами покупали, вот он торговый план, мы его строили, в принципе, в понедельник. Был торговый план, помните, да, А, Б, С мы покупали. Кто не помнит, посмотрите обзор прошлой недели. Хорошая покупка, выгодная покупка. Мы хорошо на этом заработали, сейчас уже покупать дорого. Я не буду. Опять-таки, индикатор стахастик нам говорит о явной перекупленности, индикатор весомоосциллятор. Нам говорит о том, что здесь уже сформировалась дивергенция. Поэтому дорого. Для меня дорого. Вы знаете, у нас как-то интересно получается, на этой неделе все торговые планы совершенно одинаковые. Валютные пары разные, а рисунок прям вот один в один. То есть, вот можно один на один накладывать, и вы знаете, отличий почти не будет никаких. Поэтому и торговые планы у нас совершенно одинаковые, но зато легко не запутаетесь. Итак, сначала мы рассматриваем продажу. Продажа при усеченке плюс на откате B. Вообще уникальный случай, я же говорю. У нас вообще одинаково все. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну B и продали. Продажа на формировании нисходящей волновой конструкции. Что это будет за продажа? В таком случае мы предполагаем, что это вниз не что иное, как волна А. Вверх усеченная восходящая трехволновая конструкция это волна B. Вниз АС, БС, ЦС. Стоп за усеченку. Первый тег профит или один к одному. Или на ловушке 0.7066. Дальше смотрим по ситуации. Ну а покупка на перевороте. Отличная, шикарная будет покупка на перевороте. Волной А пробили наклонный канал. Вот мы строим наклонный канал по нисходящей конструкции, которая будет. И покупка на завершение этой конструкции. Волной А пробили наклонный канал нисходящей конструкции. После этого получили коррекцию волну B и покупка. Такая точка входа будет опять-таки на откате B. В таком случае мы предполагаем, что это восходящая трехволновая конструкция, не что иное, как волна А. Вниз трехволновка, это коррекция волна B, ну а вверх волна С, которая имеет подволны А, С, Б, С, С. Обязательно на максимуме, на ловушке фиксация 1-2 прибыли перевод сделки в без убыток, а дальше или 138,2 по Фибоначчи от волны А, или какие-то другие цели. Новозеландский доллар против американского доллара опять ровно то же самое. Просто вот здесь знаете, какой минус, что здесь наклонный канал, мягко говоря, плохой. Мягко. Он у нас горизонтальный. На прошлой неделе мы с вами покупали, помните, да, отличная покупка на завершении нисходящей конструкции, покупка на формировании восходящей конструкции. То есть тут шикарно все отработано, просто взлетели, получили свой профит на ловушке. Мы же любим на ловушке закрываться. Вот и закрылись. Как сейчас торговать? Покупать здесь я не буду, потому что дивергенция, потому что перекупленность, потому что скользящие до сих пор говорят, что тренд нисходящий. То есть у нас медленное скользящее вверху, быстрое скользящее внизу. Пока еще изменений здесь нет. Опять-таки на H4, если мы посмотрим, то мы можем предположить, что это, например, A, это B, а вниз будет C. Поэтому опять как-то уже дорого. То есть мы покупали, когда было дешево, понимаете? Мы входили в рынок, отличная была сделка, мы классно на ней прокатились, заработали. Но была выгодная цена, был смысл в этой сделке. А сейчас я не вижу смысла. Индикаторы все говорят, что слабое движение вверх может быть, но будет слабым. И я такой, о, я согласен на слабое движение, дайте мне хоть копеечку какую-то. Нет, это просто неправильно. Итак, как нам быть? Дело в том, что продажа будет невыгодная. Это очевидно. Вот сейчас такая конкретная ситуация, что продажа будет невыгодная. Потому что если мы будем по этой разметке продавать и ориентироваться по наклонному каналу, то это просто самоубийство. Это, представляете, нам нужно волной А пробить наклонный канал, получить коррекцию волну Б и продать. То есть, получается, у нас будет продажа с первой, вот даже если такой рисунок будет, продажа будет с первым тейк профитом 36 пунктов. При этом стоп-лосс у нас будет 130. Опять, просто математика здесь у нас вообще не бьется, поэтому продажу я не рассматриваю. То есть, ну, здесь такой рисунок. Сейчас я не могу по этому рисунку рассмотреть продажу, потому что это будет неправильно. Но зато мы можем рассмотреть покупку. Получили нисходящую трехволновую конструкцию, диапазон скользящих средних. Ниже будет еще лучше. Наклонный канал строим по нисходящей конструкции. И на завершении нисходящей конструкции мы что делаем? Покупаем. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и купили на формировании восходящей конструкции. Покупка будет уже по выгодным ценам. Ну, как вот мы здесь делали, ровно то же самое. Вот оно, это нисходящее движение. Смотрите. Вот оно, вниз А, вверх Б и вниз С. То есть, вот это вот то, что я вам сейчас нарисовал. И вверх волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию и купили. Это то, что мы делали на прошлой неделе. А сейчас предлагаю сделать ровно то же самое. То есть, никаких изменений здесь нет. Но продажи не могу вам сейчас предложить, потому что рисунок, который у нас есть, он просто даст невыгодную продажу. Поэтому вот по данному рисунку у меня нет вариантов. А давайте дождемся четверга. В четверг буду делать для вас обзор, записывать. И, возможно, рисунок изменится. И мы сделаем какой-нибудь классный вход на покупку. Точнее, на продажу. Но пока вот у меня вариантов нет. Просто от балды я не могу запрыгивать. Золото. А золото пошло вверх. Мы с вами покупали. Помните, нам нужно было А, Б, С купить. После этого мы здесь тоже покупки рассматривали. И, опять-таки, смотрите, очень важный момент. Это был понедельник. Помните, да? В понедельник я для вас делал обзор. Опять-таки, такой же вебинар, как и сейчас. И нам нужно было волной А пробить наклонный канал, получить коррекцию и купить. Но условие номер один. Мы на ловушке фиксируем одну-вторую прибыль и переводим сделку в без убыток. Почему? Потому что так надо. Соответственно, мы здесь зафиксировали take profit. Здесь нас вынесло по без убытку второй сделкой. То есть, по первой сделке мы заработали, по второй вынесло по без убытку. А дальше здесь просто можно было опять перезаходить. Также в восходящее движение, а также на завершение нисходящего тренда. То есть, также можно было опять покупать. Но, в итоге, здесь, на этом движении мы заработали. Потому что обязательно фиксация одной-второй прибыли. На ловушке всегда. Я всегда так делаю, по-другому я просто не торгую. По-другому мне торговать неинтересно. Итак, как сейчас быть? Покупки. Я рассматриваю по золоту покупки, но не по таким ценам. Сейчас для меня это крайне дорого. Для того, чтобы купить, необходимо получить нисходящую трехволновую конструкцию. То есть, минимум диапазон скользящих средних. А если будет ниже, то будет еще лучше. То есть, нисходящая трехволновая конструкция. После этого, по этой трехволновой конструкции, строим наклонный канал. И строго на завершение нисходящей конструкции, на формировании восходящей конструкции, мы покупаем. То есть, волной А пробиваем наклонный канал нисходящей конструкции. Тем самым, завершаем этот нисходящий, предположительно коррекционный тренд. После этого, получаем коррекцию волну Б. И только после этого, мы покупаем на формировании восходящей конструкции. То есть, на пробитии этого максимума. Получается, что мы ждем, когда завершится предполагаемая коррекция. И входим на формирование восходящего тренда. Тренд это конструкция. Потому что тренд, который люди говорят, это как правило что-то мифическое, какая-то лошадь посередине с каким-то рогом или непонятно чем, и с тремя глазами. А тренд, что такое тренд? Вот эта восходящая конструкция, по которой у нас построен наклонный канал, это и есть восходящий тренд. И это объяснимо, то есть это очевидно, это именно восходящий тренд. Правильно? Вот. Это тренд. Так же здесь, если у нас сформируется предположительно коррекционный тренд нисходящий, то когда мы можем купить? Когда он закончится, потому что мы же не знаем, а может это импульс, может это сильное будет движение вниз. Если оно не закончится, мы просто не войдем в рынок. Все, мы просто пропустим эту точку входа. И таких вариантов у нас бывает очень много, когда мы просто ничего не делаем. Ничего не делать это хорошо, когда рынок идет против вас. Ну, точнее неправильно, когда вы вне рынка и рынок идет против вас, то это хорошо. Так, покупки разобрали, продажи не рассматриваю. Apple. Ничего здесь, все просто в принципе. Мы покупали на пробитии уровня, цена идет вверх. Как бы все, как мы хотели, так и произошло. Здесь ничего, ну, флет, да, какое-то время. То есть мы не полетели вверх прям очень сильно, мы полетели вверх не сильно. Но зато в пятницу для вас я делал торговый план по Microsoft. Вы знаете, что мы отлично заработали, хорошее было восходящее движение. Опять-таки торговый план был простой. Клиенты компании Grand Capital знают, в принципе, видели, потому что получают рассылку. Итак, как торговать сейчас Apple? Покупки, но не по таким ценам. Я не покупаю, когда дорого. И, опять-таки, индикатор нам говорит о перекупленности. И на авиасомосциллятор мы явно найдем дивергенцию. Поэтому расхождение даже. Поэтому вниз спустимся, получим нисходящую трехволновку. На завершении нисходящей трехволновки формирования и восходящей конструкции можно купить. Покупки, не продаж. Но если только будет такое, вот такой торговый. То есть получили нисходящую трехволновку и купили на формировании и восходящей конструкции, которая завершит нисходящую конструкцию. По-другому нет. Facebook. Вдруг покупки рассматривали выше уровня 258.60. Ну, тоже флэт. Все хорошо, мы в плюсе, то есть ничего плохого не произошло. Мы в плюсе, все классно, замечательно. Как быть сейчас? Ну, смотрите, вариант номер один можно купить просто на пробитии 264.68. Что это будет за покупка? В таком случае мы предполагаем, что это не что иное, как волна А. Вниз трехволновка, это коррекция волна В. Ну, вот она А, В, С. Видите, трехволновка. А вверх, соответственно, волна А, С. Ну, и коррекция В, С и вверх С, С. А значит, мы можем купить на пробитии вершины А, С. То есть выше 264.50 покупка. Но, что здесь плохо? Плохо или хорошо, в принципе, не знаю. Как хотите, так это и называйте. Но факт в том, что нам нужно на ловушке, то есть если мы отрабатываем точку входа на откате В, то есть А, В, А, С, В, С, С, то обязательно на ловушке 268.13 необходимо зафиксировать 1-2 прибыли и перевод сделки в безубыток. Это то же самое, что по Microsoft. Мы же тоже с вами фиксировались на ловушке. Сейчас я вам покажу этот торговый план. Кто не следит за рассылками, чтобы вы, по крайней мере, представляли, как это все происходит в будущем уже после этих торговых планов. Вот у нас была точка входа. То же самое, я вам нарисовал сейчас на самом деле то же самое, что здесь. То есть ничего другого не нарисовал. А, В, В трехволновая. А, С, В, С, С, С. Покупка. Посмотрите торговый план, который был опубликован на сайте компании Grand Capital в пятницу. Этого восходящего движения еще не было. Потому что это же торговый план, а не показ чего-то там на истории. Вот то же самое сейчас я предлагаю сделать вам. То есть вообще вот один в один. Но да, ловушка близко. Да, это плохо. Не нравится такая ловушка, просто пропустите сделку. Но она здесь. Она не в другом месте. Поэтому вот такая может быть покупка. Продажи по Facebook я не рассматриваю. Сберегательный банк. Дивидентная отсечка у нас была. Она еще пока не хочет закрываться. Ей как-то не очень это хочется почему-то. Но мы можем рассмотреть покупки. Давайте перейдем на M15. Для того, чтобы вот это нисходящее движение разбить на подволны. И попробовать найти точку входа. Да, конечно рисунок здесь мягко говоря плохой. Давайте ориентироваться по этому пивоту, чтобы уже с таким небольшим запасом. Короче, на формировании восходящего паттерна 1, 2, 3. И строго выше. Отличный зеркальный уровень. А строго выше 208.88 покупка. Потому что дивидендный гэп мы еще не закрыли. У нас все шансы есть его закрыть. Опять-таки знаете, что Сбербанк сейчас уже не просто банк. Ну во всяком случае они это утверждают. Что это уже что-то прям вау. Я еще пока вау не видел. Но говорят, надо верить. Так что выше 208.88 на формирование восходящей конструкции покупками. Ждем закрытия дивидендного гэпа. То есть цель закрытия дивидендного гэпа. Ну и конечно же стоп под минимум. На 1 к 1 закрыли 1 к 2 прибыли. Перевели сделку без убыток. А дальше уже на свое усмотрение. Как хотите, так и делайте. Можно и большие. Представляете, начнется восходящее движение. Там рынки начнут восстанавливаться. Все-таки всех уколят. Начнется спад коронавируса. И рынки полетят вверх. А у вас сделка купленная в самом низу. Приятно? Приятно. Но риски. В любом случае. Потому что, а если наоборот увеличивается число заразившихся. Вводят новые карантины. Все плохо, все ужасно. И рынки падают. И вы, соответственно, будете терять. Ну, уже дешево. То есть по цене дешево. В любом случае Сбербанк сейчас дешевый. Зато магнит сегодня так позитивчиком. Прям открылся. Полетел вверх. АБЦ уже отработан восходящий. Поэтому теперь нам нужно ждать. Вот видите, мы пробили наклонный канал нисходящей конструкции. Так что нам нужна хорошая коррекция. После хорошей коррекции мы покупаем на пробитии максимума. То есть вот эту АБЦ нужно просто превратить в одну волну. В А. И вот если это произойдет. А это может произойти только глубокая коррекция. То есть сейчас это не коррекция. То, соответственно, можно будет купить. В принципе, цена довольно хорошая. Довольно выгодная цена. И есть куда расти. Стоп под минимум. Один к одному перевели. Сделку без убыток. Закрыли одну вторую прибыли. Ну, а дальше уже смотрим по ситуации. Нефть марки Брент. Открылись с гэпом вниз. На этой неделе. Чуть-чуть сразу откатились. Гэп не закрыли. Прошли вниз. Еще сделали пробитие. Возможно, кстати, это ложное пробитие. Опять-таки по... Да, и мы с вами покупали. Помните, да? На прошлой неделе мы покупали. И правильно делали. Сейчас мы практически спустились в диапазон скользящих средних. Поэтому давайте перейдем на меньший таймфрейм. Для того, чтобы разбить нисходящее движение на подволны. И найти точку входа на покупку. Есть у нас волна А. Есть коррекция волна Б. Короче, просто я построю наклонный канал. У этой нисходящей конструкции. Для того, чтобы купить, необходимо волной А пробить наклонный канал. После этого получить коррекцию волну Б. И после этого покупка на формирование восходящей конструкции. То есть на пробитие предыдущего максимума. Стоп-ло ставим под минимум. На 1 к 1 закрываем первый тейк профит. Дальше смотрим по ситуации. Покупка по нефти. Покупка на завершение этой нисходящей конструкции. Пока она еще не завершилась. Ну, мы же видим, что наклонный канал не пробит, да? Это же факт. Она не завершалась. Индекс SP500 зато летит вверх. Несмотря ни на что. Несмотря на усиление мер по коронавирусу. И действительно, многие страны сейчас закрываются. И действительно, выборы в Соединенных Штатах тоже такой очень негативчик. Но индекс SP500 растет. Что мы с вами делали на прошлой неделе? Мы с вами покупали. Мы покупали индекс. Вы помните, мы с вами разбирали, что нам нужно было завершить нисходящую конструкцию. И купить на формирование восходящей. В принципе, и обязательно, чтобы это было выше 3,309. Отличная покупка. Мы очень сильно прошли вверх. Просто супер классный рост. Вот супер классный. Я сейчас покупать не буду. Я не говорю, что мы пойдем вниз. Поэтому я не говорю, что я буду продавать. То есть, тут очень важный момент. Я вам не говорю, что я буду продавать. Но я говорю, что я не буду покупать. Что нужно для того, чтобы купить? Я рассматриваю, во-первых, покупки. Для покупок необходимо получить повышение волнового уровня формированием нисходящей трехволновой конструкции. То есть, мы пробиваем наклонный канал. Неважно, волной А или волной С. Неважно, трехволновой конструкции. Условие такое. Нам нужно пробить наклонный канал нисходящей трехволновой конструкции. И на завершение этой нисходящей трехволновой конструкции мы с вами покупаем. Построили наклонный канал по нисходящей трехволновой конструкции. Волной А пробили наклонный канал. Получили коррекцию волну Б. И тогда уже купили. Такая цена будет выгодная. У нее будет потенциал. Здесь я не вижу потенциал. Здесь у нас стохастик лежит в перекупленности. На индикаторе авиасома-осциллятора у нас дивергенция. Поэтому оно, конечно, все хорошо, но дорого. Для меня дорого. То есть должен быть все-таки математический какой-то потенциал, должна быть какая-то выгода и положительное математическое ожидание. Потому что технический анализ основан только на изучении прошлого и поиске закономерности. А закономерность она не имеет 100%. Ничего не бывает 100%. А значит мы должны всегда пользоваться положительным математическим ожиданием для того, чтобы прибыльно торговать. Чего я вам и желаю. И биткоин. По биткоину мы покупали на формирование восходящей конструкции. Если такое будет, помните, да? АБЦ нужно было купить. Ну классно, пошли вверх. В принципе биток опять вырос. Опять мы заработали на росте. Мы с вами уже зарабатывали на росте где-то неделю или сколько назад, да? Было такое. Опять заработали. Ну молодцы. Молодцы, что сказать. Как сейчас быть? Конечно я покупки не буду здесь рассматривать. Это очевидно дорого. Поэтому можно купить. Может быть действительно стоит прикупить. Но только если будет нисходящее движение. Опять в диапазон 10.746. То есть мы получаем нисходящую конструкцию. Просто ее получаем для того, чтобы выгодно купить. Не для того, чтобы продать. Конкретно вот для того, чтобы купить. Строим наклонный канал по нисходящей конструкции. Покупка на формировании восходящей конструкции. Которая завершит этот предположительно коррекционный нисходящий тренд. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и покупка на формировании восходящей конструкции. Опять будет выгодная цена, сейчас невыгодная. По таким ценам я не готов покупать, потому что я так торгую. А у меня на этом все. Если у вас есть вопросы, то я на них с удовольствием отвечу. Если нет вопросов, то можно приступать к торговле. Торговых планов много. В принципе, у нас еще остались торговые планы, которые мы делали в четверг. Отрабатывали в четверг, поэтому торговать есть что. Отлично, вопросов нет. Я вам желаю прибыльной торговой недели. Зарабатывайте вместе с нами. Да пребудет с нами профит. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok